Истории этих масса, животных этих масса, но я выбираю вот самые, наверное, такие сентиментальные, да, истории, которые, в принципе, делят вот жизнь на до и после. Следующая история, следующее животное. Вторая зима под открытым небом. История одной кошки. Кому зима в радость, а кому беда. Так лесная красавица встретила свою вторую зиму. Чудесную девочку так никто и не приютил. Людмила Чернецкая, несмотря на своих многочисленных животных, пыталась хоть как-то помочь бездомным животным и облегчить их же участь. Женщина делает для таких, как они, кошечек бездомных, домики. Тогда мы публиковали одну большую статью, которая называлась «Зачем бездомным кошкам скотч и пенопласт?» Где мы регулярно рассказывали, как женщина сама собирала какие-то материалы, клеенку. И на самом деле ничего даже не просила. Ну, если там конкретно дерево, допустим, какие-то доски, гвозди никто не приносит. Но она тогда кинула клич, чтобы ей в дар, так сказать, подарили скотч. Потому что надо было обклеивать, чтобы не промокали эти доски такой непромокаемой клееночкой. И, как всегда, знаете, вот это сейчас модное слово «хейт», да, вот «хейту» что-то подвергаются только те люди, которые, ну, хоть что-то делают. То есть бездействие, то, что люди, там, не знаю, своих животных домашних не стерилизуют, вот эти бесконечные котята, да, вот эти бесконечные смерти. Это ничего, все нормально. А вот женщина тогда попросила скотч, и сколько дерьма тогда мы выслушали. Это был кошмар какой-то. Женщина регулярно их кормила, но это, понятное дело, было совсем не то. Женщина в тот момент уже сбилась со счету, сколько жизни она спасла за последние годы, скольким подарила счастье, домашнего уюта и тепла. Про этих животных мы регулярно писали в блоге. И, боюсь, для видеожурнала, ну, не стоит повторять каждую маленькую историю, я же говорю, мы выбирают только самые-самые-самые. Про кошечку, которую я рассказывала в прошлой истории, да, которая может хреть, как солнышко. Был теплый сарай, еда, и ей, возможно, даже повезло больше, чем ее братику и сестричке, которых тогда разорвали собаки, будучи еще котятами. Но, несмотря на это, она оставалась уличной, и каждый ее новый день это была новая борьба за выживание. У нее есть соседи, которых живут в 100 метрах, в холодном гараже, красавица-мама, два очаровательных подростка-котенка по 6 месяцев, которых также никто знать не хочет.